Мы остановились на том, что вот это наше тело, оно может все обращать, можно вычислять дробные степени формальных рядов. То есть, если у нас формальный ряд порядка n, можно вычислить степень единицы на n. Ну, естественно, любую целую степень это потом можно получить. Можно это делать в общем виде. Давайте лучше посмотрим на примере нашего оператора t в квадрате плюс u. Ну, как это надо сделать? Ну, мы знаем, что если корень будет первого порядка, потому что если мы входим первого порядка в квадрат, то будет второго порядка. Значит, поставим оператор с произвольными коэффициентами, формальный ряд, и возведем его в квадрат. И будем вычислять вот эти самые коэффициенты. Ну, если мы его возведем в квадрат, вот этот оператор, то надо в квадрат этот возвести, этот надо умножить на этот с одной, с другой стороны. Ну, в общем, понятно, как-то просто перемножать надо члены, и все. А потом надо переносить, пользуясь нашим правилом, как наши d коммутируют с буквочками, переносить d направо, и получается, и приравнить коэффициенты. Вот и все. Ну, если мы это сделаем, то вот первый член, первый член, даст нам два вот таких члена. Отсюда мы немедленно видим, что коэффициенты при d в квадрате есть единица, значит, c в квадрате равно единица. Слава богу, корень из единицы в c содержится, это либо плюс, либо минус единица. Ну, давайте плюс возьмем единицу, потому что корня будет 2. Значит, возьмем плюс единица. Значит, c1 есть плюс единица. Если c1 плюс единица, это вот здесь, то вот этот член будет равен нулю, потому что в производной от единицы есть 0. Этот член остается единственный член, который содержит d справа. Значит, смотрим на его коэффициент. Получается 2c0, c1. Смотрим на этот оператор, ага, а здесь членов с d нет, он равен нулю. Значит, отсюда скручаем, что c0 равен нулю. Если c0 равен нулю, этот член равен нулю, этот член равен нулю, остается только вот этот член, который не содержит d. Он не содержит d, он равен 2c1, c-1. Ну, c1 у нас единица, значит, 2c-1 должен быть равен u. Отсюда находим, что c-1 равен u пополам. Это вот этот член. Если мы продолжим, получим минус ux, деленное на 4, а дальше пойдут все более и более сложные выражения. То есть, это, конечно, занятие занудное, руками считать. Обычно такие вещи делают на машине, просто подставляют ряд, перемножают, а потом решают систему уравнений. Она всегда будет линейная, треугольная. И мы всегда определим, если мы хотим, собственно говоря, берем первые несколько членов n и начинаем с головы их решать. Если существует корень первого члена, больше нам корней никаких извлекать не надо, и все будет линейный алгебр, треугольные уравнения, и мы всегда извлекаем корень n степени без всяких препятствий. И более того, все коэффициенты, которые мы при этом получаем, мы либо делим на что-то, либо умножаем, либо дифференцируем. Поэтому они все будут лежать в нашем поле f. Так что здесь можно извлечь корень. А теперь я хочу быстренько решить две задачки, или три, связанные с сравнением кортаверга Дефриса. А потом показать, как строится симметрия и законы сохранения. А потом поговорим, как мир устроен в разностном случае, когда сейчас стала развиваться наука с разностными уравнениями, а не с дифференциальными. Ну, во-первых, я вам напомню, что уравнение кортаверга Дефриса, это вот это вот, ут, равняется 1,4,6,6,6,6,6,6. Возникало как? Мы брали оператор L, который есть, dx2, плюс u, и оператор A, который был с четвертым коэффициентами, dx2, плюс 3,4, dx, плюс 3,4, dx, плюс 3,4, dx, и написаю уравнение. L, T равняется коммутатору A, T. И что же у нас произошло? Произошло некое чудо. Ну, во-первых, справа у нас, конечно, будет U, T, потому что это константа, а T не зависит. Нам надо дифференцировать только U, слева. А справа мы коммутируем два здоровых дифференциальных оператора, а в результате получаем оператор умножения, потому что все, что с D, оно у нас сократится. У нас возникает только это уравнение. Если вы прокоммутируете эти два оператора, то вы как раз и получите вот это выражение. И больше ничего. Все D, ну, D в пятый, конечно, сократятся там, ну, сократится там, и D в пятый, сократятся все D, останется только у оператора умножения на скаляр. Вот. Тогда сразу возникает такая задача. А давайте мы посмотрим, какие операторы A с чёточкой, такие, что мы коммутируем с L, что результат, есть какое-то F, которое принадлежит нашему полю. То есть нету D, все D сократятся. Вот как такую задачку решить? То есть мы хотим рассмотреть дифференциальные операторы, то есть A с чёркой принадлежит дифференциальным оператором F и X. Никаких тут рядов нет. И как найти такие дифференциальные операторы, чтобы проаккумунированную сеть мы получили некий элемент из нашего поля F. Вот. На эту задачку вынадим изящный ответ. Вот. И я так думаю, что Володя хотел рассказывать, но я уже это самое... Изящный ответ, так сказать. Изящный ответ состоит вот в чём. И мы получим этот ответ, используя наши формальные ряды и вот эти элементы нашего поля и дробной степени. Для этого мне нужно одно маленькое определение. Любой элемент A из нашего отряда можно представить в виде суммы двух. один есть дифференциальный оператор, а второй всё, что с отрицательными степенями. То есть мы говорим, что A равняется A плюс плюс A минус, где A плюс есть сумма от нуля до какого-то нашего эго порядка, A кт без степени K. А A минус есть сумма от K равная минус бесконечности до минус единицы А K до K. Ну ясно, что есть проекция на... То есть есть как бы, так сказать, проекция на дифференциальный оператор и всё, что там осталось. Можно разбить. Это первое. Такая проекция. Тогда ответ, грубо говоря, на поставленную задачу даётся следующим образом. Что? Если мы возьмём оператор A, N вида L в степени 2N плюс 1 или пополамо. Но это будет формальный ряд, то есть мы из нашего L, который L в данном случае фиксирован. это не из N2H плюс 1. Из него можно извлечь квадратный корень, а потом возвести в 2N плюс первую степень. И это будет некий формальный ряд длиннющий. Бесконечно. Формальный ряд. N, естественно, целое положительное число. Или 0. И надо взять отсюда плюс. То есть надо спроектировать вот на эту часть. A- забыть. И тогда вот такой A, N-ное L при праве некоторого как N-ного, который будет элементом нашего поля. И тогда U, T, N-ное тогда наше уравнение вот это вот лаксово L теперь будем писать T, N-ное потому что у нас другое A есть коммутатор A-N-ное L будет и превалентно U, T, N-ное равняется F, N-ное то есть будет какое-то новое уравнение в частных производных где F, N-ное зависит от У и производных. А позднее я покажу, что это будут в точности симметрии Картевега. И таким образом мы можем построить симметрию Картевега. Ну давайте докажем это утверждение. Ну а дальше как говорится конечно можно брать линейные комбинации D, N-ное там с постоянными коэффициентами и это будет общее решение задачи. Вот. Поставлены. Давайте покажем что этот оператор A, N-ное цель принадлежит что такая функция F, N-ное нашему полю. Как мы это сделаем? А сделаем мы так. Мы напишем что A, N-ное мы напишем, что наше A, N-ное ну во-первых напишем, давайте совершенно очевидное утверждение что N в степени 2N плюс 1 пополам коммутатор C равен конечно 0. умножили слева справа ассоциативно степень прибавилось 0. тогда мы этот L можем представить в виде L 2N плюс 1 пополам плюс плюс L 2N плюс 1 пополам минус C Ну потому что это есть на плюсовую и на минусовую часть разбирается коммутатор C равен 0. Отсюда следует что наша A, N вот эта вот A, N-ное коммутатор C равен минус коммутатор T на N плюс 1 пополам минус C правильно теперь посмотрим что здесь у нас написано слева слева у нас написано коммутатор B дифференциальных операторов значит это дифференциальный оператор он принадлежит A плюс он принадлежит положительный то есть он дифференциальный оператор у него D могут быть либо положительные либо 0 посмотрим что написано справа даже совершенно не важно что здесь что здесь стоит мы знаем что вот это вот это какой-то оператор который будет содержать который будет содержать какое-то а минус 1 минус 1 плюс а минус 2 минус 2 плюс и тогда а теперь если вы коммутирует два таких объекта если коммутируем до таких объекта то ясно совершенно что это будет оператор который раскладывается по вот так будет какого-то или плюс вообще говоря должны быть какие-то могут возникнуть какие-то отрицательные степени d но они не возникают почему потому что справа первая степень сократится из-за коммутажа потому что а скалярные коэффициенты то есть если мы умножаем как может возникнуть первая степень когда d в квадрате умножается на 1 минус 1 ну вы то есть мы должны давать давайте сделаем получается а минус 1 d в квадрате это равняется а минус 1 правильно значит если а это а это и есть когда мы комментируем переносим ну как мы должны продифференцировать два раза это умножить на одну производную просто правилом лениться воспользоваться это у нас будет равно минус 2 а минус а минус 1 д сократилось плюс вообще говоря возникнет еще минус д квадрате а минус 1 д минус 1 ну то есть вот этот коммутатор он вообще говоря такой то есть ведущий член здесь нулевого порядка нету д справа вообще говоря могли бы возникнуть какие-то д но они конечно не возникают почему потому что это равенство точное а слева стоит дифференциальный оператор то есть коэффициент может быть не нулевым коэффициентом только один который 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 здесь ну у нас собственно говоря пересекается дифференциальные операторы и вот это а минус плюс само поле вот здесь как раз пересечения возникает и таким образом вот мы показали что это величина должна вот этот самый оператор который таким образом определен таким образом определен он коммутатор будет оператором скалярном оператором скалярного умножения на элемент поле и таким образом это уравнение будет у нас уравнением каким-то уравнением частных производных то есть мы по оператор по одному по одной лаксовой паре построили целую последовательность уравнений частных производных теперь покажем что все эти уравнения являются совместными а значит объединяют симметрии то есть что можно показать то есть у нас есть уравнение карты вега само это равняется да само уравнение карты вега отвечает самому уравнению карты вега отвечает n равно единице то есть если мы возьмем ну давайте посмотрим а 0 а 0 это будет 1 2 мы только что вы считали 1 2 если возьмем положительную часть и больше ничего тогда уравнение вот это вот будет т 0 есть помутатор д x c есть пусть это конечно наша симметрия отвечающая сдвигу а 1 3 2 плюс если вы его выслите то вы получите эти самые замечательные коэффициенты 3 2 у 3 x плюс 3 четверти у x и оно дает нам ул 1 у т 1 здесь 1 4 у если вы возьмете 2 2 которые 5 5 5 5 плюс и так далее если вы вычислить уравнение то уравнение будет у т 2 равен 1 а он 16 здесь будет здесь будет у 5 производных плюс 10 у 3 у плюс 20 у 1 у 2 и плюс 30 у квадрата у 1 ну и нам далее так сказать следующее будет у 7 ну то есть возникает некая последовательность уравнений связанные с уравнением кардиоэль и дефриса и которое возникает вот по этой конструкции то есть мы описываем операторы которые коммутируют теперь какое отношение эти уравнения имеют друг к другу оказывается они все совместны эти уравнения все совместны они совместны в каком смысле сейчас мы покажем что если мы возьмем ут значит у нас есть уравнение ут равняется fn то есть если мы возьмем утн и продифференцируем по tn то это будет то же самое что утн дифференцированное по tn ну или то же самое что дифференцирование которое связано с fn и дифференцирование с fn коммутируют и коммутируют при любых n и m f1 отвечает картовегу-дефрису то есть это во-первых они все коммутируют с картовегом-дефрисом а во-вторых они все коммутируют с вертусорвой значит как это можно показать очень просто значит утн это что такое это есть l tn правильно то есть мы написали l tn tm минус tm 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 то есть это мы хотим вычислить и показать что результат будет равен нулю но мы знаем что l tn tm есть с коммутатор an tm тм минус коммутатор l дальше дальше мы можем просто продифференцировать это эти коммутаторы и если мы продифференцируем собственно а когда мы дифференцируем можем заменить а МС то есть я продифференцировал диаметром теперь вторую часть мы продифференцировали минус коммутатор АМ и если вы посмотрите на это выражение то его можно переписать в таком виде просто пользуясь так сказать то же в якобе можете переписать это выражение в таком виде то это выражение будет такое АМ это минус АМ это минус АМ 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 и теперь чтобы показать что это 0 мы должны показать мы можем показать более сильного движения можно показать что вот это выражение что вот это выражение как это показывается показывается это просто мы должны в этом выражении мы должны в этом выражении вспомнить поэтому вот мы сейчас докажем что мы возьмем вот это вот это выражение вместо а а поставим сюда и тогда напишется такое что l в степени 2n плюс 1 пополам c m минус l в степени 2n плюс 1 пополам tm плюс я должен был сюда плюсики поставить но если я поставлю плюсик сюда то ничего не изменится ну потому что это дифференциальный оператор если я плюсики поставлю здесь будут дифференциальные операторы но я могу в любом порядке так сказать отделять то есть наше выражение примерно вот такое теперь я знаю как у нас дифференцируется как нас дифференцируется когда тут по видимо надо было сказать из того факта что лт равняется коммутатор а л следует что л в любой степени потому что коммутирование и дифференцирование вещь одинаково это легко доказывается легко показывается поэтому вот эти выражения легко переписываются в виде то есть коммутатор а м то есть коммутатор а м то есть коммутатор а м это значит у нас теперь значит что мы можем сделать мы можем вспомнить что наша цель то есть вот это а м любой а м можно представить как и степени 2 1 пополам минус и степени 2 то что а м плюс вот это есть в точности выражения если мы это дело подставили и тем самым мы исключим все плюсики то есть если мы все а м заменим на вот такие и подставим то ответ будет вот какой ну я уж не буду долго то ответ будет вот такой коммутатор то есть если вы вот это подставить это у вас все посократится и все что останется останется вот такой коммутатор если сюда посмотрите что очевидно что это 0 ну потому что у нас операторы начинается все с до минус 1 они отрицательны и здесь до минус один тоже отрицательный коммутатор тоже у нас будет до минус 1 положительной части вообще не будет то есть проекция просто равна нулю отсюда следует что отсюда следует что наши вот эти все потоки они все между собой коммутируют это означает что они все порождают бесконечную последовательность симметрии таким образом вот это не просто какие-то несвязанные уравнения они еще все совместны между собой более того можно даже найти общее решение которое зависит от всех этих т одновременно так мы разобрались с симметриями давайте теперь поговорим о законосохранении а здесь нам поможет то есть есть много способов получать законосохранение из лаксовой пары но я хочу привести один который хоть с теоретической с теоретической стороны стороны он может быть самый простой и изящный хотя практически пользоваться надо другими но доказывать лучше таким образом а для этого мы ведем еще полезное определение пусть а это элемент нашего тела то есть формальный ряд тогда вычет а определяется как коэффициент то есть а равняется а такое-то там d a n d n плюс n-1 d n-1 плюс а0 плюс а минус 1 d-1 то есть и так далее так вот этот коэффициент называется вычетом вычетом формального ряда ну ещё иногда вводят логарифмический вычет вот в картаве Гутон не очень нужен Но вообще в теорию нужен рез логарифм А, который есть старший коэффициент, а следующий коэффициент АМ-1, деля на ААН. То есть вот определяется вычет оператора формального ряда и логарифмический вычет формального ряда. Логарифмическим, наверное, я заниматься сегодня не буду, просто у меня. А дальше есть такая теорема, теорема Адлера, Марка Адлера. Теорема Марка Адлера. Теорема такая. Пусть имеются два формального ряда А и В. Адлера из нашего тела. Тогда вычет коммутатора Ад. То есть мы взяли два формальных ряда, мы взяли коммутатор этих формальных рядов и взяли коэффициент при А-1 вычет коммутатора. Сигма принадлежит равен dx, сейчас я напишу эту функцию от А-В, где, конечно, сигма от А-В принадлежит нашему кулеру дифференциальному. И более того, я сейчас напишу конкретный явный вид этой сигмы. Ее легко вычислить. То есть важность этой теоремы и понятие вычетов вот этих псевдодифференциальных формальных рядов состоит в том, что мы гарантируем, что вычет коммутатора в образе dx, что является полнопроизводным. От какого-то элемента нашего поля. То есть то, что это будет элементом поля, никаких сомнений нет. Любые операции, так сказать, здесь у нас не будут их выводить. А это будет, этот коэффициент А-1 будет еще и полной производной. Давайте напишем эту сигму. Сигма А-В. Ну, мы помним, что в коэффициенте А-Н-е, Д-Н-е и так далее. В, соответственно, будут коэффициенты Д-Н-е, Д-Н-е, какое-то другое, Д-Н-е плюс и так далее. То есть какие-то формальные виды. То есть коэффициенты ряда А обозначаются маленькими буквочками А, коэффициенты ряда В маленькими буквочками В, а индекс соответствует порядку производных, на который они умножаются. Тогда вычет этого комбутатора, тогда вот эта сигма, она записывается в виде некого конечного выражения. То есть есть некая конечная сумма. t меньше либо равно порядок b, соответственно, n. q меньше либо равно n. И суммируются все члены t плюс q плюс 1 больше 0. Я беру столько такие члены. Здесь беноминальный коэффициент p плюс q плюс 1 и q. А дальше, сейчас я просто напишу это выражение, потом я объясню, как оно получается. А здесь такое выражение. То есть если посмотреть на это выражение, что здесь важно в этом выражении? Ну, конечно, некая формула длинная, но важно то, что все суммы здесь конечные, это легко понять. Поэтому в выражении просто есть некая конечная сумма, вычисленная от коэффициентов А, их производных, и Б, и их производных. Как эта формула доказывается? Она очень просто доказывается. Надо взять просто два манома. Два манома прокоммутировать и вычислить вычет. А потом сделать сумму, как в произведении получается. И получается вот это выражение. То есть надо просто взять два манома, каких-то там А, Д в степени Q, Б, и какой-нибудь там А, Ron, D в степени Q, B, 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 d в степени p, прокоммутировать и взять вычет. взять вычет здесь некое короткое вычисление на самом деле я не хочу этим вычислением сейчас заниматься можно вопрос? сигма просто вычисляется она просто вычисляется есть требование, что производная совпадает с вычетом АВ просто если мы вычислим если мы вычислим вычет коммутатора то получается простое выражение то есть оно вычисляет выражение какое-то такое А умножить на беноминальный кирсен P плюс Q плюс 1 из Q dx в степени P плюс Q плюс 1 от B это вот отсюда из одного произведения в обратном произведение будет минус B здесь будет то же самое P плюс Q плюс 1 здесь будет P dx в той же степени только АК а дальше легко сообразить, что это есть полная производная и можно просто перекидывая интегрируя по частям или как угодно можно получить вот это выражение то есть это простое вычисление надо просто взять и прокоммутировать два манома вычислить вычет от этого коммутатора двух маномов тогда получается один член в этой сумме а потом просуммировать по P и по Q вот и все это конечное выражение лучше конечно машине вычислять, а не людям оно конечное выражение оно факт состоит важный состоит в том, что и А, и В и только элементы поля входят в это выражение и конечная сумма вот и все значит в чем же важность этой теоремы а мы сейчас при помощи нее мгновенно получим закон сохранения для уравнения Картивега-дефрис и любого уравнения, которое записано в виде эллиапарта я напоминаю, что такое закон сохранения мы говорим, что наше ρ которое зависит от u там u ux, ux, xx и так далее является плотностью закон сохранения если мы продифференцируем по T в силу уравнения то в результате будет dx от какой-то σ и эта σ тоже принадлежит нашему потенциальному фолю вот такое было определение закон сохранения конечно, к этому определению следовало бы добавить оно не совсем определение потому что здесь еще много тривиальных законов сохранения вот посмотрите я могу взять вот давайте я надеюсь, тривиальные закон сохранения давайте возьмем ρ равное dx от какой-то h h из нашего поля а σ тогда будет dt от h и действительно, если мы подставляем у нас будет dt dx dx dt правильство выполнилось такой закон тривиальный он никаких следствий ничего не дает поэтому естественно ввести понятие эквивалентности мы говорим, что ρ1 эквивалентен ρ2 если ρ1 минус ρ2 принадлежит имиджу принадлежит dx от нашего поля r то есть является полной производной такие законы сохранения являются тривиальными ну или нулями поэтому вместо вот когда мы говорим о плотностях ρ ρ называется плотностью, это называется потоком когда мы говорим о плотностях, то они определены ρ определены не в f а в f фактор по эквивалентности по соотношению эквивалентности то есть фактор пространстве мы можем прибавлять, убавлять полное производное от этого ничего не меняется вот то есть вот такое было бы и тогда этот объект f фактор по f x f по соотношению эквивалентности это будет у нас линейным пространством функционалов то есть мы теряем здесь структуру кольца поля, но мы оставляем его как линейное пространство и это линейное пространство функционалов и значит ρ принадлежат сюда ну вот давайте теперь воспользуемся теоремой Актера и получим закон сохранения во-первых как я уже говорил λ в любой степени γ t равняется коммутатор a l в степени γ или γ любое целое или полуцелое число нет, не z это n, конечно, да? то есть положительное число ну вообще любое число на самом деле и отрицательное тоже длится можно отрицательное брать просто там ответов не будет вот теперь мы возьмем и применим вот давайте мы дугаму заменим поставим сюда какой-нибудь 2n плюс 1 пополам я почему беру полуцелые числа? потому что если я возьму целые то a в целой степени будет дифференциальным оператором и вычет будет равен нулю а если полуцелые, то вычет и ноль а теперь я применю рез в какой-нибудь системе тогда что получается? я говорю, что ρn равняется вычет m в степени 2n плюс 1 пополам тогда я получаю dt ρn и это, конечно, элемент нашего поля f ну и одновременно, так сказать, конечно функционал может считать, если мы забудем про полнопроизводные ρn t равняется вычету коммутатора и по теореме Адлера это dx от σ от a l плюс 1 и σ тоже элемент то есть мы сразу вычисляем и плотность и поток если мы применим это дело к нашему уравнению то и получим последовательность закону сохранения ну, в общем, легко ее получить эту последовательность и как раз там получится что первый нетривиальный будет u потом будет тривиальный ux потом будет нетривиальный u в квадрате потом опять тривиальный то есть они будут через раз они будут тривиальны, нетривиальны это можно даже доказать будет такая последовательность закону сохранения, которая связана с оператором A извините, они тривиальны друг другу эквивалентны? они не эквивалентны друг к другу, они будут разные даже по порядку порядок, наверное, закон сохранения надо определить, поскольку у нас закон сохранения определяется, ну как, мы говорим, что ρ, он из фактора пространства, то есть ρ плюс dx от f, правильно? ну то есть это у нас как бы с точностью до производной, до кассеты или это не кассеты, как называется, класс эвивалентности, да? да это класс эвивалентности, вот, а нам бы такое определение сделать, чтобы не чувствовать вот этого и здесь помогает так называемый оператор айлера, эреволюционная производная есть такой оператор, который любую полную производную обращает в ноль то есть вот если можно определить оператор айлера, , который на любой элемент а действует таким образом сумма и дальше есть такая теорема гельфанда манина и шубина что дельта а по дельта у равно нулю функциональном анализе опубликовано значит равна нулю тогда и только тогда когда а то есть дельта а поле констант и поэтому чтобы определить порядок законосохранения мы что сделаем мы возьмем наш арок пара посчитаем полиционную производную 2 тогда это производная убьет все тривиальные все все полные производные и мы уже будем работать так сказать они уже никакого влияния окажется не будут а после этого можно посмотреть какая старшая буква старше производных входит в это выражение или проще даже сделать отсюда перейти к производных решений берем дельта роза льда у берем производных решений и это будет дифференциальная терапия какой-то без степени там 2 2 и будет и будет порядком законосохранения который будет инвариантен не зависит от того какую полную производную мы прибавили дальше есть закон сохранения был тривиален то вариационные производные его убьет будет 0 и будет просто 0 так вот можно здесь показать что порядке всех этих законов сохранения они вот только в самом начале они они будут нулевого порядка там два законосохранения а потом они начинают они начинают расти эти порядки законосохранения так что они будут независимыми здесь законосохранения они будут не эквивалентными сколько мне еще времени формально 12 минут формально 12 минут тогда значит мне придется сократить я тогда не буду рассказывать про рекурсионный инфигратор потому что я еще хотел рассказать про про все по дифференциальные операторе показывает той по дифференциальные операторы можно еще рассказать при церкви на attracts и на бюрок чтобы templos customizable вот такая вот картинка то есть у нас есть на поле константа она у нас там держится гивенциального боли это enfants и боль и содержится OLI дифференциальных операторов. Потом у нас был этот объект, который я не определил. И здесь у нас самое большое — это формальные ряды. То есть вот этот объект я не определил. Это поле, точнее тело псевдодифференциальных операторов, которыми можно действовать на что-то. Формальными рядами этими действовать никуда нельзя, потому что мы нисходимости ничего не знаем. Операторами можно действовать, а формальными рядами можно только как с символами, как с алкограническими выражениями, как с последовательностями работать. То есть на это можно умножать, этим можно действовать. Вот я хотел это обсудить. Ну ладно, давайте мы... Тогда я хочу немножко... Давайте, если у меня 12 минут, я хочу немножко рассказать про... Ну, мы можем еще добавить. Про дискретные уравнения. Про разностные уравнения. А я думаю, что про рекурсионный оператор Володя может в своих лекциях расскажет. Кстати, вот сейчас, хоть это классическая тема, но она давно нигде не публиковалась, и только вот в книжке, может быть, Артина, алгебра, алгебра называется, книжка Артина. Вот там, что интересно, написано про всякие вот такие объекты. Про тела, и как строится там всякая алгебра, линейная над ними, и те даны, и терминанты. И вот недавно в работах Кацца, так сказать, тоже это дело поднимается, так сказать, из классических работ. Давайте поговорим про разностные уравнения. На решетке. Двумерная. А? Двумерная. Двумерная. Мы будем говорить про двумерную. Значит, мы возьмем, рассмотрим решетку двумерную, и будем рассматривать уравнение, ну, можно рассматривать систему уравнений, все, достаточно нам сейчас еще с одним повозиться немножко. Пусть у нас Ку зависит от N и M, и N и M координаты на решетке. Значит, мы давайте, можно, конечно, Ку относиться как к величине в каком-то поле, но можно рассматривать просто как в теории полиномов, или балгебры, просто как перемен, который зависит от N и M. Просто их много. И N и M принадлежат Z в квадрате. Теперь мы рассмотрим два оператора сдвига. То есть, как обычно пишутся разностные уравнения? Ну, когда они возникают? Ну, например, люди хотят посчитать что-то на машине. Что они делают? Дифференциальные уравнения заменяют конечными разностями. А потом говорят, что если мы сдвинулись, ну, так сказать, оно все и сдвинулось. То есть, пишут какое-нибудь там, я не знаю, уравнение, типа... Давайте какой-нибудь пример возьмем. Вот возьмем такое уравнение. у, N, M, минус у, N, M, плюс 1, M, плюс 1, минус M. Это у нас у. И вот мы хотим решить уравнение уравнение уравну нулю. Тогда, как? В дифференциальных уравнениях у нас что было? Было у от X и T. Но мы никогда не писали X и T. Мы писали просто U. Потому что оно везде одинаковое. Здесь оно тоже везде одинаковое, так сказать. Мы везде пишем U. Но надо сдвигать, так сказать, как-то обозначить. Ну вот, на этом уровне... Также это N вообще и R меняется. N и M будут как бы у нас независимыми переменами, а U будет зависимыми переменами. Значит, решение Q равно нулю. Это значит найти такой набор чисел комплексных, например, в поле в каком-нибудь там... Или мы можем... Даже в конечном поле можно рассматривать где угодно можно рассматривать. То есть, набор каких-то значений U. В соответствующем поле такие, что все уравнения при всех NM выполнены. Вот это разностное уравнение. Теперь как на это дело взглянуть? Давайте мы взглянем на это дело со стороны разностной алгебры и немножечко разностной алгебрической геометрии. Соответственно, мы определим 2T. Так, мы определим следующее. Мы определим теперь... Теперь мы хотим подойти к этому вопросу алгебраический. Давайте мы будем рассматривать... Давайте будем рассматривать кольцо, которое состоит из всех U над полем, над каким-то полем, не давайте С возьмем для простоты. И в этом кольце есть два автоморфизма. T и S. Значит, что эти автоморфизмы делают? Значит, кольцо, это значит, мы берем вот эти U, перемножаем между собой их в возводе в степени, перемножаем, умножаем на коэффициенты, на комплексные коэффициенты и складываем. И каждое выражение конечное. Ну, например, здесь вот мы взяли, перемножили какие-то элементы, прибавили элементы вот СС, это вот некий многочлен такой, и это конечное некое выражение. Вот. Теперь что такое автоморфизмы? Автоморфизмы это такая вещь. То есть, если T действует на U, так ULM, U от M и M, мы будем обозначать просто U. U от M плюс 1, M, мы будем обозначать U1, 0. U от M, M плюс 1, то есть U0, 1. Ну и так далее. M плюс 1, M плюс 1, U, не трудно догадаться, есть что? 1, 1. И так далее. То есть, сколько сдвигов? N, M у нас не фиксировано, это как бы какая-то точка. А дальше сдвиги. Вот. Значит, теперь мы берем R, зависящее от U, и всех U и J. Есть сдвиги. То есть, если мы берем T, N, T, I, J, то есть U, I, J плюс 1. А S, U, I, J, есть U, I плюс 1, J. И теперь, очевидно, эти операции являются просто автоморфизмами этого кольца. То есть, у нас есть кольцо от каких-то переменных, снабженное двумя автоморфизмами. Даже одного было хватило бы, чтобы назвать его разностным кольцом. Это разностное кольцо, потому что оно снабжено этими автоморфизмами. Теперь, как надо понимать нашу систему? Наша система, это будет поленом, многочлен какой-то, вот, например, такой, который мы будем записывать в наших новых предназначениях Q. Понятно, что, если мы подействуем T и S, то это тоже должен выполняться. Теперь, значит, как мы должны рассматривать эту систему уравнений? Мы берем, строим идеал Q. строим его следующим образом. Ну, во-первых, можно его просто определить даже, что это и сумма, любая конечная сумма неких элементов HNM умноженных на S, N, H, N, H, 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 N, H, N, H, N, принадлежит нам концу R. То есть, вот это, мы строим такой идеал в этом конце. Этот G2 надлежит R. Ну, во-первых, надо сразу подумать, мы всегда, когда говорим о конференциальном уравнении, пытаемся что-то сделать хорошее с ними, решить относительно старшей производной, там, чтобы оно было каким-то неприводимым, чтобы не было каких-либо нонсенсов. Но здесь самая первая мысль, которая приходит в голову, что поленом Q не должен быть приводим. Потому что тогда это будет не одно уравнение, а произведение двух. Если оно равен нулю, значит у нас либо один, либо другой равен нулю. И тогда очевидно, что наш идеал уже не будет простым, а будут компоненты. Вот. Теперь насчет этого идеала. Вообще, вопрос о том, какие уравнения хорошие, а какие плохие, это вопрос довольно тонкий и деликатный. Вот, например, для этого уравнения может доказать, что вот этот идеал является простым. Ну, что значит простой идеал? Это значит, если у нас есть AB, если AB принадлежит идеалу, то либо A идеал, либо B идеал. Так, какие идеалы называются простыми. А если это условие не выполняется, то идеал не прост. Ну, если бы у нас, казалось бы, у нас один поленом, в данном случае может доказать, что идеал прост. А вообще говоря, можно привести простые примеры. Вот я приведу один пример, у меня он подготовлен был специально. когда, казалось бы, все так хорошо. Вот давайте у нас вот такой пример равнение 0, 0, 0, 1, минус 0, 1, 1, 1. Смотрите, у нас поленом линейный по каждой буквочке. Не факторизуется. Ничего. А идеал, рожденный им, будет непростым. Как это можно увидеть? А очень просто. Вот давайте мы вот, давайте мы со шляпочкой, чтобы не будет с этим курсом. Давайте мы возьмем у 1, 0, а действуем 5, на ку, и от им прибавим у 1, 2, умножить на ку. Вот если мы сделаем вот это вычисление короткое, ну, как-то просто сбегает второй индекс, а, и все. Если мы сделаем вот это вычисление простое, то мы убедимся, что результат есть у 1, 1, умножить на у 1, 2, у 0, 0, да, минус у 1, 0, у 0, 2. Очевидно, это принадлежит идеалу. Принадлежит идеалу, потому что что мы сделали? Мы взяли, сдвинулись, умножили на ку, это принадлежит нашему идеалу. это является элемент, принадлежит идеалу. Он представляется в виде произведения двух, со множителей. А дальше очевидно, что у 1, 1 не может принадлежать идеалу, потому что идеал порожден у нас как минимум квадратичными выражениями. И легко понять, что вот это соотношение тоже не может быть получено из линейных комбинаций, так сказать, с постоянными коэффициентами. из... Сейчас это что за оператор? Такое произведение диагональных вершинах, да? Что? Разность произведения в вершинах квадрата минус... Вот это, да? А 1 диагональный минус по другой, да? Да, да. Произведение вот этих вот минус произведение вот этих. Да, и почему-то так ведь сейчас не сооружу. Почему-то сразу распадается в произведение. Это не тривиальная вещь. Это не тривиальная вещь, так сказать. Это специалист сделал, так сказать, я имел дискуссию, так сказать, они говорили, что мы найдем такой пример, потому что казалось, что если уравнение афинолинейное, не факторизуется, хорошее, то все должно быть хорошо. Однако вот этот пример показывает, что этот вопрос очень тонкий. На самом деле надо следить, какой идеал. Вот здесь вот он идеал не является простым. И там надо специально делать. А если константу добавить, то уже будет простым. А константу добавить уже, наверное, будет простым, да. Ну, там уже, так сказать, эти фокусы не проходят, поэтому, наверное, да, константу добавить будет уже простым. И, да, вот этот идеал простой. Вот здесь идеал простой. Здесь идеал простой. Ну, для чего это удобно? Потому что если у нас идеал простой, то у нас есть поле. Тогда мы можем сделать, ну, во-первых, мы переходим от нашего кольца R, мы переходим к фактору R по FQ. И если идеал простой, то здесь нет делителя и терпеть нуля, и тогда мы можем перейти к полю FQ. К полю... Локализации. Нет, это не локализация, а поле частных. Поле частных. Поле частных. То есть каждый элемент... Локализация поле части. Каждый элемент есть просто... Поле частных, это локализация предиала поле. А? Да, двойного выдела. Поле частных, это локализация предиала поле. А, в идеал. В 0. А, в 1 миллион, в идеале. То есть это, вообще говоря, поле частных, это отношения вот этих A и B, где A и B, так сказать, просто являются классами вот этих смежностей, да, или эквивалентных элементов по идеалу, да, и B, не принадлежит идеалу. То есть вот это поле частных. То есть если идеал прост, то жизнь наша резко упрощена. А какие-нибудь достаточные условия простоты идеалу есть? А вообще, какие предупреждения общего характера насчет простоты идеалу? Тут борьба идет не об этом. Дело в том, что можно, даже если идеал не прост, можно посмотреть, что мы теряем, так сказать. Надо просто... Эти алгебралисты говорят, что надо делать насыщение сепарантой. То есть надо запрещать, так сказать... Ну, надо разрешать, делить... Это значит, что существует особое решение уравнения. Надо, так сказать, отделиться от этих особых решений. То есть можно работать, когда идеал непростой. Просто когда он простой, то жизнь упрощается, и у нас и так достаточно проблем. Вот. Теперь... Что такое симметрии и законосохранения уравнений, уравнений разностных уравнений? Ну, они будут определяться ровно так же, как они определяются и в непрерывном случае. То есть мы должны взять вот этот вот куб наше уравнение, взять производную фрешет и на какую-то ка. И это должно быть равно нулю по модулю нашего... То есть вэкфу. То есть, когда делаются вычисления, то вот ка элемент, ка это элемент изэкфу. Ну, не ноль, не нулевой элемент изэкфу. То есть это некое выражение. Вот отсюда. Когда надействуем ку со звездочкой... Ну, что такое ку со звездочкой? В этом случае ку со звездочкой будет простым. Это будет у1,0 минус у0,1 на единицу минус ст плюс у минус у1,1 на с минус т. Вот это и есть ку со звездочкой. То есть я просто реанализовал вот это уравнение. Реанализовал и отбодействовал, так сказать, вычислить производную фрешет. И это просто получился такой разностный оператор. Теперь мы действуем на элементы ка, и они должны быть, так сказать, касательные. Потому что это как бы... Как бы у нас есть уравнение, оно зовет поверхность. Звездочка, ну, зовет градиент. А это ка должен быть отогонален этому градиенту. Ну, то есть он должен касательный вектор к решениям. Так сказать, этого уравнения. Значит, вот так определяются симметрии. А законы сохранения тоже точно так же определяются. Мы берем s-t-1 от какой-то ρ должно равняться s-1 от σ. где ρ принадлежит, ну, на самом деле, не fq, а фактору, опять же, от имиджа. s-1, fq. И тут есть пара, и тут есть разница. Разница. Казалось бы, теория строится так же, как в дифференциальном случае, и все, казалось бы, похоже. Но есть большая разница. И разница здесь... Во-первых, есть трудность, заключающаяся в том, как же работать по модулю идеала. То есть это в алгебре даже сложно делать в конечномерной, а здесь, так сказать, у нас бесконечное число переменных. И здесь есть такой вариант, как действовать. То есть можно обойтись без парица Грёбнера, без всего, если уравнение достаточно хорошее. Например, есть мультилинейные уравнения. Что значит мультилинейные? Значит, dq по d у и ж не равно 0, а d2q по d у и ж 2 равно 0. Вот, например, это уравнение, которое я написал, u-u11, u10-u01-γ, оно мультилинейно. Оно линейно по каждой переменной, но вообще говоря, не линейно. Если оно мультилинейно и не факторизуется, то, оказывается, можно решать задачи по модулю этого самого идеала очень просто. То есть фактически задача, которую приходится решать, это является ли какое-то выражение равно 0 или нет по модулю идеала. То есть принадлежит ли оно идеалу. Вот это такую задачу надо решать. Как мы ее будем решать? Ну, у нас есть вот наша решетка, так сказать, где задано какое-то выражение от конечного числа переменных. От конечного числа переменных. То есть это есть некоторое у, некое выражение рациональное, поскольку мы работаем в поле у, это есть некое выражение рациональное, которое зависит от каких-то у и жителей, какого-то набора. Ну, конечно, к нему можно прибавлять и убавлять, и какие-то члены от идеала от этого выражения не меняются. Вот мы хотим узнать, ноль оно или не ноль. Как эта задача решается? В случае мультилинейных она решается очень просто. А решается она вот как. Давайте мы рассмотрим... Ну, я сейчас рассмотрю один набор. Опять же, мы возвращаемся к определению динамических переменных. Давайте мы рассмотрим переменные, которые лежат вот на этом кресте. Ну, это вот у нас. Ум, 0, 0, У1, 0, У2, 0 и так далее. То есть у нас есть У, И, 0, И, У, 0, И. Вот такие переменные, где И пробегает З. То есть переменные, которые лежат на этом месте. Теперь, что я утверждаю? Что я любую... Пользуясь вот этими уравнениями по модуле идеала, я любое выражение, которое задано здесь, могу рациональным образом выразить через переменные на кресте. Как это делается? Давайте посмотрим, как это делается. Вот смотрите, я это уравнение могу решить относительно любой кубка. Например, я могу решить... Я могу писать, что У1, 1 равняется У, равняется У, плюс гамма, деленное на У1, 0, минус У0, 1. Правильно? Это означает, что вот если у меня здесь У1, 1 есть, буклочка, я ее выражаю рационально через буклочки, которые здесь. Это четвертую вершину. А? Да, четвертую вершину. А, потом уходим на... Это выражается рационально через эти. То есть я могу рекурсивно выразить любую буквочку сюда. Если же буклочка у нас здесь, то я решаю уравнение относительно буквы 1, 0. Вот, 0, 1, извините. Вот, 0, 1. Ну, не сдвигаю, так сказать. Я могу рационально выражать сюда. Если здесь, я могу рационально выражать сюда. То есть я могу определить такое отображение-исключение. Отображение-исключение, которое отображается... Как бы это начальное условие, да, крест? Да. Крест это начальное условие. Крест это как бы начальное условие. Или вот когда я писал... А если там двумя разными путями, я считаю, какой-нибудь вершине, то, что противоречие не получим, это очевидно? Ну вот я начинаю восстанавливать, скажем, и предложу какую-то далекую вершину сначала одним путем, а потом другим. А здесь как у нас здесь не получится? Не получится. Не получится? Не получится. Нет, получится. Просто решение, значит, все. Получится. Я нечего. Вот, смотрите. Ну вот. Вот здесь, допустим, вычислил. Потом здесь вычислил. Что почти здесь нечислил. Вот дан крест, да? Сначала вычисляю в этой точке, потом вычисляю в этой точке. Дальше вычисляю здесь. А, 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 это вычисляется здесь. А, 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 это вычисляется здесь. То есть в монодроме нету. Почему? Почему нету? Задача вычисляется, да? Однозначно решается. Нет, бывает, если взять какую-нибудь более сложную эту самую, то там можно... Нет, можно прийти к противоречию, если взять не крест, а если взять, например, более сложную, например, взять две полосы здесь. Вот тогда будет противоречие, потому что надо, чтобы... А, из-за того, что крест... Из-за того, что крест... Более того, можно, конечно, и не крестом воспользоваться, а можно воспользоваться лестницей. И вычислять все, что здесь, вычислять в этом направлении, а все, что здесь, вычислять в этом направлении. И всегда мы сведем любое рациональное выражение здесь. Оно будет однозначно определяться некоторым выражением рациональным только от этих переменных. При этом, что происходит с поляритом? При этом мы показываем, что наше поле FQ, которое является вот это вот полем отношений, да? Или как это называется? Частным. Частным. Полем частным. Оно у нас будет изоморфно поле... Оно будет изоморфно поле, построенное по переменным на кресте. По полю рациональных функций на переменных на кресте. Просто. И это нам дает возможность. То есть наше выражение равно нулю в поле FQ тогда и только тогда, когда мы свели все на крест или на эту лесенку и получили чистый ноль. А считать, где удобнее на кресте или на лестнице? Считать, где удобнее. На самом деле, лестница, а не крест, даже все равно. То есть это зависит от выражения. Если у тебя выражение, например, вот такое, то тогда ты такую вот лестницу и выбираешь. Ну то есть можно выбирать очень простые лестницы. Можно выбирать, ну то есть вот такое, чтобы поменьше. То есть ответ не зависит. Зависит выбор этих переменных. Он вообще многообразие любое. Любое, чтобы не было вот этих самых противоречий, про которые вот говорилось. То есть у нас должно быть либо... Такую взять. Зависит выбор переменных на самом деле не важно. Это понятно. Просто я вопрос был. Отвертки не зависели. Считать, где вот как выбирать правильную лестницу? На которой вычлены попроще. Это надо выбирать такой набор динамических перемен, который лучше всего вписывается в набор переменных, от которых зависит выражение. Чтобы меньше сделать исключений. Чем меньше исключений, тем проще счет. Теперь у нас были в этом... Я говорю, что у нас возникли изоморфизм полей. Поле частных и поле переменных на кресте. А в этом изоморфизме полей, куда у нас девались сдвиги. То есть у нас же было два автопорфизма. Здесь же у нас естественным образом есть история автопорфизма из С и Т. Какие автопорфизмы будут здесь соответствующие? Ответ очень простой. Мы действуем С, а потом комбинируем с отображением исключения. Действуем Т и комбинируем с отображением исключения. То есть С переходит сюда, а Т переходит сюда. Казалось бы, все хорошо. Мы знаем, как считать. Но есть ряд задач, которые до сих пор не решены. И которые трудные. Хотя кажется, что формулировка их очень простая. А задача вот такая, например. Вот я в дифференциальной алгебре. Я говорю, что я хочу иметь элементы у от ух и так далее от какой-то перемены n. И теперь я спрашиваю. Я хочу решить уравнение. уравнение у равняется дельта x от b. Когда это в образе dx? Ответ очевиден. Ответ очевиден. Вот мы воспользуемся этой же самой теоремой Гельфанда-Марина-Шубина. Мы выясним дельта А, дельта У. Если это не ноль, то уравнение не имеет решения. А если ноль, то мы можем его решить, так сказать, и написать это самое проинтегрировать, написать, что такое А. Теперь посмотрим эту задачу в разностном случае. У нас имеется выражение А от У и житое каких-то в нашем поле ФУ, поле частых. И я спрашиваю, я теперь хочу решить задачу С-1 от B равняется А. Как определить, что наше А лежит в образе сдвиг минус единица? Это оказалось весьма нетривиальной задачей. И пока я не знаю, как она решается. То есть в каких-то случаях нам, конечно, удается ее решить в частных, на примерах и так далее. Но какую-то общую конструкцию или критерий вроде вариационной производной, он отсутствует. Значит, это одна задача. Вторая вещь, очень интересная, связанная с разностными уравнениями. В школе мы на то пошли. Мы говорим, что мы разговаривали про поля, про всякие дифференциальные операторы, формальные ряды, вот эти вот самые объекты. Значит, если развивать это здесь, то возникнут такие объекты, как FQ от S, кольцо таких вот операторов. То есть это элементы, у него есть суммы, конечные А, К, Т, С, степени К. Конечная сумма. Возникнут формальные ряды Лорана, которые пишутся по отрицательным степеням, от минус бесконечности до какого-то N. А, К, Т, С, К, Т. А, К, Т, С, К, Т. И Т, Лоран. Сумма от N по бесконечности. А, К, Т, С, К, Т. А, N принадлежит Z. Вот. Дальше легко понять, что можно работать либо с теми, либо с другими. Давайте мы остановимся на Лоранске. Просто эти ведутся разложения по отрицательным степеням S, а эти по положительным степеням S идутся разложения. Давайте будем работать только с Лоранске. Дальше легко показывается, точно так же, как в дифференциальном случае, что это является телом. То есть любой элемент обратим. И однозначно вычисляется. Никаких проблем нет. А вот проблема вычисления корня уже становится нетривиальной. Оказывается, что проблема вычисления корня не из каждого оператора можно и вычислить корень. Потому что нужно решать разностное уравнение. Чтобы вычислить корень N степени, надо решить разностное уравнение 1, плюс S, плюс S квадрат, плюс и так далее, плюс S, это не менее минус 1. Надо уметь решать, какие уравнения. A равняется B. То есть надо будет находить решение таких уравнений. То есть, по-видимому, чтобы строить теорию, надо расширять при помощи вот таких объектов. И это становится, то есть это большое различие между дифференциальным и разностным случаем. Что нужно, невозможно решать, вычислять корень. То есть недостаточно, чтобы корень из старшего коэффициента? Нет. Для старшего коэффициента уравнение такое. A, S от A, S квадрата от A. Ну, например, если кубический корень равняется B. То есть надо найти такое A, которое удовлетворяет вот такому уравнению. Это для старшего коэффициента. Чтобы кубический корень вычислить. То есть надо на каждом этапе, и это не только, даже если вы со старшим коэффициентом справились, на каждом следующем уровне нам приходится решать разностные уравнения. То есть тут задача становится существенно сложнее. И еще какая вещь. Теорема Адгара имеет место, но вычет определяется иначе. Значит, вычет от A теперь будет A нулевое. То есть который не умножается на S. И тогда может доказать, что крест A, B, коммутатор, равняется S-1 от некой сигны, которая зависит от A и B. Ну, эта сигна, естественно, не считается. Почему важен здесь вычет? Почему вычет важен? Потому что для уравнения, у которых есть симметрии, доказывается такая теорема. что если уравнение Q уравняется нулю, ну, вот эта квадрелаторная, скорее, имеет S семетрии. S, это означает, что они зависят только от элементов на этой полоске. Такие, ну, в общем, высокого порядка, я могу точно их сформулировать, но это потребует некого времени. В общем, бесконечное количество симметрии, то существует формальный ряд R, который удовлетворяет уравнению такому. Q со звездочкой R равняется Q со звездочкой. Тогда, где Q со звездочкой, есть просто производная фрише от Q. Тогда этот Q, R, будет регульсионным оператором, и отсюда легко строится закон о сохранении. То есть дальше можно доказать, что T-1 от R в любой степени гамма будет равняться некому коммутатору. Коммутатору, и здесь тоже будет R в степени гамма стоять. Некому коммутатору. И тогда, если мы сюда положим R, то вот это будет плотностью закон о сохранении. Почему? Потому что это есть T-1 от какого-то элемента из нашего поля, а это по теореме Адлера будет принадлежать в образе S-1. Таким образом можно вычислять закон о сохранении. Это есть некие условия. То есть это некая мощная, на самом деле, теорема, хотя и простая. Ну и последнее, пожалуй, что, значит, нельзя, что еще у нас нельзя там делать-то? Посмотрю. То есть нельзя вычислять эти самые. А еще последняя вещь вот какая. В дифференциальном случае между вычетами дробных степеней оператора ряда А и вычетами, вычетами дробных степеней А и коэффициентами этого имеется простое взаимнооднозначное соответствие, линейное. Треугольное. Ну да, треугольное. А здесь такого соответствия нет. То есть можно вычислить, вычислить, так сказать, даже если можно посчитать, даже если мы начинаем с оператора первого порядка, то, в общем, между вычетами... Не каждая последовательность является вычетом. Нельзя брать любую последовательность, не каждая будет, потому что надо решать задачу. Да, не каждая последовательность. Потому что если мы будем считать вычеты степеней, там, в общем, надо решать разностные уравнения. Не линейные треугольные, как раньше, а разностные уравнения надо решать. То есть нет такого простого соответствия между вычетами и коэффициентами дробных степеней. Ну, в общем, вот здесь вот есть ряд трудностей. Но вот самое главное и интересное на самом деле, это вот, с которым хотелось, чтобы был какой-то ответ, это вот мы задали наше Q. Пусть оно даже хорошее, и у нас идеал соответствующий разностный будет простой. Пусть F, Q будет поле. Теперь мы имеем некое выражение А, когда это выражение принадлежит имиджу S-1. Вот это задача нерешенная. К сожалению, время. Все, мы ее не решили. Уже не успели. Сегодня уже не успели. Уже не успели, да. Есть вопросы? Нету. Тогда поблагодарю. К сожалению, все. Только один день. Спасибо.